Чтобы поддержать добровольческое движение в России, президент объявил 2018 годом волонтерства. За это время в Ивановской области прошли сотни добровольческих акций. Самых активных собрали в Центре культуры и отдыха, чтобы подвести добрые итоги уходящего года. С лидерами волонтерских организаций пообщался глава региона Станислав Воскресенский. Вообще у нас в области в этом году прошло, если не изменяет, только свыше 300 разных акций и мероприятий, в которых были участие более 15 тысяч вон. Действительно такая повышенная активность, и, конечно, это не может не радовать. У многих из вас есть свои проекты, которые вы уже сделали в этом году, есть задумки наверняка и на будущее, поэтому давайте сегодня пообсуждаем, у кого что накипело и чем правительство Ивановской области может вам помочь. На сегодняшний день в регионе работает около 150 добровольческих объединений. Одно из них – Ивановский волонтерский центр. Ее руководитель Виктория Неткачева предложила губернатору разукрасить стены детских больниц, чтобы визит к врачу не был стрессом для маленьких пациентов. Губернатор поддерживает данную идею. Данный проект он тоже продумывал в определенных решениях данной проблемы. И уже после встречи было принято решение, что в ближайшее время наши волонтеры займутся созданием эскизов для детской приклиники в городе Кохма, потому что в ней прошел ремонт, и данный проект там как раз можно реализовать. В Ивановской области представлены, пожалуй, все направления волонтерства – от событийного и патриотического до экологического и социального. Каждый найдет в себе занятие по душе. Примечательно, что наибольший интерес к добровольчеству проявляет молодежь. Яркий пример – российское движение школьников. Объединение появилось в области в 2016 году. Если проще вам объяснить, это прототип пионерии. Мы с маленького школьного возраста берем детишек под свою опеку и развиваем их. Четыре направления, они совершенно разные. Перечислю информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность и военная патриотика. И, соответственно, вот в этих четырех направлениях наши дети получают опыт, знания от своих взрослых друзей. Среди добровольцев немало и людей пенсионного возраста. Их еще называют серебряные волонтеры. Выходя на заслуженный отдых, они стараются принести пользу обществу. Наше волонтерское движение называется «Десант добра». Занимаемся мы и благотворительной целью у нас. Вот недавно проходил у нас щедрый вторник. Мы выезжали малообеспеченные семьи, давали им одежду. Заходили в школу тоже, тут мальчику давали сапоги. Дальше мы занимаемся и уборкой территории. На наше попечение родник, за которым мы следим, всегда ухаживаем, обкашиваем. На итоговую встречу в Центр «Авангард» пригласили более 300 добровольцев со всей области. Губернатор наградил памятными медалями лучших волонтеров, которые помогали в Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Глава региона отметил, что у ивановских добровольцев есть будущее, а тематический год – это только начало большого пути. Если говорить о перспективах, о дальнейших планах по развитию добровольческого движения в регионе, то, безусловно, как сами ребята из добровольческих организаций говорят, что им не хватает единого ресурсного центра по поддержке добровольцев. И данная задача совместно с, опять же таки, повторюсь, волонтерскими организациями перед нами стоит. Мы ее планируем решать как раз в следующем году. Здесь же в «Авангарде» развернули стенды несколько добровольческих объединений. Любой желающий мог сделать своими руками открытку, мягкую игрушку или поучаствовать в мастер-классе по лепке из глины. И это лишь малая часть того, что представляет из себя ивановское волонтерство. На нашем телеканале мы уже неоднократно рассказывали истории волонтеров Ивановской области. Среди них есть и школьники, и студенты, и люди почтенного возраста. Для многих из них волонтерство стало образом жизни. Своим примером они доказывают, что для добрых дел не нужно много времени и сил. Главное – начать. Один из распространенных видов добровольчества – помощь бездомным животным. Елизавета Трофимова заинтересовалась темой волонтерства, когда поступила в университет. Из всех направлений выбрала то, что ей больше всего по душе – заботу о четверонодиях. С детства у девушки была мечта – иметь свой собственный небольшой приют, в котором каждому бездомному животному нашлось бы место. Своего приюта у Лизы пока нет, но это не мешает ей помогать кошкам и собакам, оставшимся без хозяев. Примкнуть к волонтерам может каждый, кто искренне хочет помочь одиноким питомцам. Им нужно зайти в контакт, найти группу ИВЦ, Ивановский волонтерский центр. Там есть распределение, кто каким волонтерством хочет заниматься. Там есть работа с животными, помощь бездомным животным. Им нужно подать заявку, я их нахожу, пишу им, добавляю в свою конференцию. Как только я совершаю поездку в приют, я пишу, говорю им, и они собираются, и мы едем. Договариваемся вместе с встречи, времени и совершаем поездку. Еще один проект Ивановского волонтерского центра – «Портрет ветерана». Елизавета Баранова, вдохновленная портретами великих людей, решила увековечить тех, кто воевал в Великой Отечественной, и тех, кто после восстанавливал разрушенное государство. Студенты художественного училища приглашали ветеранов в мастерские, устраивали выездные занятия в госпитале. Такие творческие встречи позволяют учащимся не только набраться опыта, но и сохранить связь поколений. Готовые работы в знак благодарности дарят ветеранам-наторщикам. Мы молодое поколение, мы должны заботиться о прошлом поколении, мы должны быть благодарны. И вот мы решили создать как раз такой проект, именно для того, чтобы сохранить память о тех людях, ну не в фотографиях, а тут вот таким вот путем, именно в создании портретов живописных и графических. Добровольчество развито не только в областном центре, но и за его пределами. Центр общественной жизни в Старой Вичуге сконцентрирован в общеобразовательной школе. В 2006 году здесь, под руководством учителя химии музыки Слинской, появился Центр здоровья, задачей которого была пропаганда здорового образа жизни. А уже в 2011-м открылся добровольческий отряд «Импульс». Вместе с ребятами музыки Слинской организует в поселке акцию «Бессмертный полк». Занимается благоустройством захоронений ветеранов, а также помогает с озеленением пришкольной территории. Добрые дела она делает не ради галочки, а от чистого сердца. А, наверное, это идет от семьи, воспитание. Это уважение моих старшего поколения, моих родителей. Они так приучили. Так у нас сейчас почитание старших. Я не знаю, наверное, так. Я всегда любила и животных, и людей, и хотела бы им помочь. Наверное, вот это идет от моего воспитания. Недавно наш регион поставил добровольческий рекорд. Ивановская область заняла первое место среди регионов России по числу проектов, прошедших заочный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Девять волонтерских инициатив Ивановской области вошли в шот-лист народного голосования. Имена победителей станут известны 5 декабря в Москве. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ «Иваново». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова